Микс Ньюс Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Рад слышать вас из эфира именно этой программы Программы «Давай» Мы не выходили в эфир несколько месяцев Провели первый сезон А теперь начинаем второй Ура! Ура! И хочу сказать, что я счастлив И испытываю некоторые волнения Меня зовут Андрей Лешкевич, Майс Морканс Мы авторы и ведущие этой программы Звукорежиссёр Родион Золоталёв Он тоже счастлив Только что он о себе напомнил Коротко, в двух словах, для тех, кто не застал нашу программу Краткое содержание первого сезона Краткое содержание первого сезона И анонс по поводу второго В этой программе мы приглашаем молодых людей Творческих молодых людей, которые... Ну, хочу заметить молодость по европейским стандартам За 40 Сказал Борис Морканс В этой программе мы приглашаем молодых людей Которые, если так коротко, болеют своим делом У них есть дело, которым они больны Из-за которого у них горят глаза И ничего они сделать с этим не могут Ну, вот так вот, немножко пафосно, но... Да, по-моему, честно Ну, и таким образом их дело меняет наш город Ну, город можно менять и настроение, можно менять... И город, и страну И город, да, город, и страну И смена, может быть, просто каждодневная мотивация новой личности Раскрепощение старых скреп Шла, шла седьмая революция И представим наших гостей Да, о чём мы сегодня говорим И первая серия нашего второго сезона Это движение, да Мы говорим о танцах, о танцевальном искусстве А танцы в широком смысле И у нас сегодня в гостях хореограф-танцовщица Катрина Албужа Здравствуйте Здравствуйте Как полечите с камеру И преподаватель уличных танцев в школе База Дэнс Компани Гоша Тружко Здравствуйте Здравствуйте, я правильно назвал? Да, конечно, конечно, верно Что мы вот такие, может, немножко для радиослушателей Чтобы создать образ наших героев Гоша в этом году закончил школу Гоша Закончил школу И подумывал поступить на логистику Ну, то есть изучать логистику Узнали за кадром Узнали за кадром Но решил этого не делать Потому что очень увлёкся своим вот этим Альтернативным занятием танцами Уличными танцами Да, да, именно так Катрина Албужа очень опытная танцовщица Очень опытный хореограф И очень молодая Очень молодая При этом, но при этом Здесь будет уместно заметить И она очень беспокоится по поводу своего русского языка И она предупредила, что в любой непонятной ситуации Она начинает танцевать Мы, в принципе, не против Да Хорошо Ребята Вы вот как считаете И говоря про себя И говоря в целом Талант к танцам И умение танцевать Это что-то, что человеку Вот с молоком матери, как говорится Или по ходу дела Можно всё-таки из дерева Сделать буратино Давайте Давайте, наверное, я скажу Раз, два, три Ты первый Хорошо Так, ну честно скажу Из своего опыта За всё это время, которое я занимаюсь танцами Десять лет Да, десять лет Почти одиннадцать Вот За всё это время я могу сказать То, что повидал очень много людей Да, то есть В моей жизни их было очень много И людей, которые занимались танцами Занимаются до сих пор И честно про себя могу сказать Что талант мне как бы дался вот Из семи Да Но из личного опыта могу сказать То, что есть люди В моей жизни Которые доказали И до сих пор доказывают То, что как бы Всё можно развивать Всё можно открывать Слух Это вообще не предел То есть там Чувство ритма Чувство ритма, да Это всё развивается Это всё можно приобрести Да, конечно Конечно А зачем? Зачем приобретать чувство ритма? Нет, зачем танцевать? Зачем танцевать? Ну, мне кажется Для каждого человека Это какой-то Должен быть свой ответ И допустим Когда танцую я Да Для меня это какой-то Вот способ самовыражения Отключиться от мира Показать свою внутреннюю Какую-то составляющую Да То есть я Через танец могу сказать Гораздо больше, чем словами Ну, хотя словами я тоже могу Нужно сказать Да Но танцем я могу Показать то, чего не могу Показать словами Да То есть я могу Своим танцем Оправдывать себя Как-то Да То есть я могу За счет танца Показывать свою самооценку Свое желание к чему-то Свое стремление Свои ощущения Переживания И все остальное То есть для меня Танец это Какой-то выход Да Да И я думаю Я думаю, что у многих танцоров Все-таки Танец это какой-то путь Гармонии С самим собой Танцор Танцор это профессия А если те люди Которые занимаются танцем Не для профессии Не для Не для Ну, не применить Не для Ну, чтобы не участвовать В шоу каком-нибудь Да Или, например Занимаются танцем Но не чтобы Станцевать свадебный вальс Да Который Придется в жизни Каждому, наверное Освоить Вот, Катрина Вот вы же преподаете танцы Вот что для вас это Что для меня танец Да Ой Для меня Мне очень нравилось Что вы говорили И Вы говорили то же самое Что Олга Житлухина И я как взяла этот цитат Как Ну, повторите Написать Что танец для меня Если человек умел летать Тогда он не танцует Да Ну, Япония Да Но это дает Как-то ощущение Летающее ощущение То есть, да Я за эфиром Да Вот Лешкевич слышал Да Гоша и Катрина Я когда для себя определил Что танец Это когда ты Когда ты рожден Чтобы ходить Может быть и бегать Но Бывают состояния В которых ты Так двигаешься И у тебя полное ощущение Что ты летишь Да Но есть еще и формы танцев Например, балет Да Академический Классический Там очень много Связано там С прыжками И в буквальном смысле Люди летят Но я еще там За эфиром говорил Что у нас Движение Постоянно происходит Да Движение У нас происходит Внутри И есть люди Которые Они не могут Его выразить Да И идут Вот заниматься Танцами А язык тела Вы верите В это устойчивое Понятие? Да Это работает Если человек Вот так стоит А про нас Можно что-то сказать За эти полчаса Сколько мы общались? А вы свободны Очень У нас У вас Легко Коммунитировать С людьми А это все Это все в теле Выражается тоже В позе Ну как вы говорите Как вы все делаете Тоже играет роль То есть вы по человеку На улице можете Да И вообще По поведению По каким-то вот таким Особим жестам Можно вот заметить То что вы Ваша задача Допустим Нас как-то раскрыть Вы ведущий В этом плане Вы ведете Мы сейчас стараемся Вы ведете диалог Вы ведете нас Мы вас танцуем Да Вы нас танцуете Да Именно так Поэтому да Боди лэнгвич Это просто Давайте поговорим О людях Которые к вам приходят О преподавании Да О преподавании Вот давай начнем Прости Я Гошу просто хотел спросить И Гоша Ну парня можешь спросить Сколько тебе лет Гоша Да Мне 19 лет 19 лет Ты преподаватель Я преподавателя преподаю Уже почти 4-й год 4-й год Да То есть я начал в 16 лет преподавать А вот как это работает То есть ты Как это работает Ну я имею ввиду Преподавать в таком возрасте Во-первых Если Авторитет Тот Чтобы человек тебя воспринимал Как преподавателя А второй момент Это то что Не уйдет ли это В Как сказать Противоречие С твоей Деятельностью Как танцора То есть совмещать И танцора И преподавателя Да Это Такой момент Я начал преподавать 16 лет Но я могу сказать То что я В своих 16 лет К тому моменту Добился гораздо большего Чем может быть Другие люди добивались И это даже не связано С результатами И еще чем-то Это связано С пониманием Да То есть я Своему возрасту Был уже на том уровне Понимания Тела Да Людей Их поведение И вообще танца В целом Что я своим опытом Мог делиться А как ты добился Такого опыта Это Я Вот Я говорю Чисто в своем случае Это Наверное Талант все-таки Да Скромный парень Я упорный Много работал В один момент Над собой Очень сильно старался Очень много тренировался Да Очень много общался С людьми У меня никогда Не было такого момента Чтобы Вот Я отказался От шанса С кем-то пообщаться С кем-то Обменяться опытом Вот этим вот Да Получить что-то Если это Такая доступная вещь Как танец Разговор Да То есть Ничего для этого не нужно Казалось бы Да Это то За что не нужно Как бы платить Какие-то огромные цены Да То есть У нас у всех есть язык У нас у всех есть тело И мы можем через это общаться Вот И за счет этого Я как бы Развил себя И Я считаю Что к 16 годам В тот момент Я начал преподавать И как бы Мои ученики начали показывать результаты Да И Результаты в конкурсах Да Да Участие в каких-то соревнованиях Там не знаю В каких-то выступлениях Да То есть Они уже начали показывать И Я для себя понял Что Я иду по верному пути Да Я никак не боялся Призвания Да А люди Вот конкретно люди Которые приходят У них Да Вот у них внутри И они Ну вот боятся же Проявить себя Зажато Зажатость Есть такая Да Но их тянет К этому Вот как Как им сделать Это Вот как вы делаете Так Чтобы они Открылись Да Чтобы у них Это Может даже и темная часть Вышла Да Черный лебедь Да А это мне нравится Там начинается Педагогическая Работа Расскажи Потому что Занятие Опыт Занятие Процесс Да А эти процессы Вот способны быть Без музыки Я не знаю Как хип-хоп танцевать В тишине Да В современном танце Много Что ты делаешь Это мне кажется Очень много Но музыка Очень помогает А повести Так Да А с какой целью Люди приходят За танцами У каждого Это свое Ну конечно То есть Допустим Может быть Такие пограничные Примеры Вы так запомните Это физические Это первые Ну фитнес Зал можно пойти Можно на роликах Не всегда Физические Я могу сказать Допустим Вот какой-нибудь Балетник Например К примеру То есть Это более классические Какие-то формы И там очень Важно изучать Да И у них В физическом плане Очень важно Растяжка Там быть хотя бы Подкачанным Еще что-то Я про себя Не буду врать Я не в супер физической форме Да Но Люди приходят Не то чтобы Сама критика пошла Да Не то чтобы За физическим Хотят ощутить В себе Какую-то пластику Да То что они Могут вот Что-то с собой делать То Чего они никогда Не могли делать Или боялись Да Или боялись И допустим Про музыку Вы сказали Как можно без музыки Это наверное Очень тяжело Очень просто У нас есть голова Да Мы ее слышим внутри Мы слышим себя Гораздо чаще Чем окружающий мир Очень часто в себе Да И для кого-то Мы развиваем Этот внутренний мир Танец Он развивает В первую очередь Поэтому допустим Вот когда я преподаю Мой принцип Это Часто давать Что-то на ассоциацию Заставлять людей За счет своих движений Почувствовать Какое-то вот что-то Да Там Я не знаю Ты повел рукой Да Ты повел рукой И вот Я не знаю Ощущение Как будто ты ветер Да Запустил Вот он и пошел Ты можешь с ним играть То есть Это все в голове Да И мне кажется Очень важно Развить в человеке Вот это вот Желание мыслить По-другому Желание Как-то себя отпускать Какие-то моменты Человек хочет То есть такая терапия Это скорее всего так Да А вот очень популярно Стало я Ну вот коллега Инна Солочмала Вы вместе работаете В школе Иннаса, привет Привет Это не школа Это центр Называется Как там называется Центр Да скорее Центр ИДС Майя называется Вот И там очень много Такого Вот я так посмотрел Знакомился С этой школой Очень много По части не танцев А по части Психологии Я бы сказал Правильно я понимаю Да Танец и психология Терапия Есть другая организация Она называется Соматика ЛВ Которой Иннаса Тоже занимается Вот просто На первый взгляд Когда ты читаешь описание То есть там Танцуй Ты познаешь себя Ты откроешь Ну грубо Я сейчас так грубо Утрирую Там откроешь чакры Какие-то Первая реакция такая Ну ребята Кажется это какое-то Какое-то надувательство Как так вышло Что танец Он в какой-то момент Соединился с психологией С всей этой его Я думаю Он всегда был вместе А как это работает Как это работает Ну пага Пага Ну как приходит Человек Стесняющий Да Он не может ничего сделать Но он хочет танцевать Но он чувствуется Вот так Допускает народный коллектив Где? Народный коллектив Народных танцев На праздники Не, не будет Тоже не будет Там вот Делай так Так правильно Так неправильно А вот у вас что за подход? Ну вот он подходит Стесняющийся Да Зажатый Подход как-то Открыть Эту человеку И дать атмосферу Что здесь Дрожь Безопасно Безопасно Да А вот Да Такой Мягкий Вариант Как-то открыть Человека Нет как вот Дрессура Нога наверх 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 Ольга Да А так Люди плачут на занятиях? Конечно От чего? В какой момент? Плачет Ну да А я думаю Вот так Плачет 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 Детям плачет А потом плачет Они плачут За то Что могли плачет Ну просто Когда терапия Когда ты в себе Какие-то свои страхи Когда ты отпускаешь Начинаешь двигаться Это же очень эмоционально О да Это самое лучшее Что может происходить Происходит? Ну Какие занятия У меня нет такой Цель Добиться Так глубоко Да Но я думаю Инесса делает это Да Такой анализ Прям Вот у вас Как в вашей Ну В центре В вашей школе Где вы преподаете И у вас тоже Очень много Часто возникает Слово импровизация Вот у нас Все на импровизации Вот импровизация Вещь такая Довольно-таки Такая хитрая Абстрактная Еще говорят Что хорошая импровизация Это хорошо подготовленная Импровизация Я думаю Это самое главное Я даю Детям это Потому что Как я говорю О свой танец Который я преподаю Детям Что Какой возраст? Начиная с 7 Но есть и С 5 лет Совсем маленькие Да Чтобы вот не было Этот Как это Копи-пейст Учитель И учительник Сделали так Потому что Я думаю Многие Можут сделать Вот так Так же Как и ты Учитель Нет, но вы же должны Какую-то базу Сначала вложить в человека Правильно я понимаю? Все начинается Не с того Что гуляй Делай как хочешь Какая цель? Мне нет цели Делать профессиональные Танцоры Остановка Да Мне цель Открыть Ребенка Дать ему Понять Что он Сам может Придумать Что-то Что он Не живет Только В этом Боксе И все Вот так нельзя Вот так надо Так надо Понимать руку Они растрачивают Себя Они устают На этих занятиях Что это значит? Ну как Они растрачивают Эмоционально себя Физически Или они Или у них Такой процесс Такого вдохновения У детей? Да, у детей То есть они устают Или они наоборот После занятий Энергию Приобретают Ну всякий Какое задание Я говорю им Если тебе Неинтересно Сам виноват Это импровизация Ты делай Что хочешь Тогда танцуй Поинтереснее Что? А вы, Гоша Как? У тебя же хит-хоп Да? Да Там много у тебя Стилей Да Там все-таки Должно быть похоже Да? Да, конечно Батанга Отличается от вальса Я это вижу Да, да, да Конечно Отличается от бочки Да, точно Познание сейчас появилось Конечно Я уверен Что в любом танце Обязательно нужна Какая-то база Да И через Я вот для себя Открыл За какое-то время Да Такое ощущение То, что Если ты работаешь Над собой Да Независимо От желания Получить какой-то результат Да Если ты работаешь Над собой Ты в любом случае Для себя Что-то новое Откроешь Да И допустим Когда я тренируюсь Еще как-то Развиваюсь Да Там свою Какую-то физическую Пластику Там Выносливость Свою повышаю Да Я через танец Со своими физическими Возможностями Могу Открывать для себя Абсолютно новое ощущение Диалог с самим собой Да Да В каком-то смысле Да То есть Как сказали Импровизация Это хорошо подготовленная Импровизация Да Импровизация Хорошая импровизация Хорошо подготовленная импровизация Это тоже Такой очень тонкий момент Да Я с этим согласен Но это все зависит От желаемого Да Какого-то Результата То есть Если ты хочешь импровизировать Для того чтобы показать всем Какой вот ты вот Я вот так вот могу Да Я вот так вот могу А еще так могу Ты импровизируешь Но ты все равно Добавляешь какие-то свои Там заготовленные вещи Ты хорошо подготовлен Еще что-то А еще есть Когда ты Не Вот Какими-то заготовленными Вещами открываешься А когда ты танцуешь так Ты кидаешь руку вниз Вверх Вперед Назад И ты не думаешь о том Что ты это делаешь Да У тебя полная свобода Изобретаешь язык Да Да Что-то по сути того Когда ты У человека стоящего перед тобой Можешь вызвать на лице мурашки Со мной это произошло Буквально три дня назад Я это ощутил Я улыбался У меня было красное лицо Я просто стоял Чуть ли не был готов кричать И человек передо мной Стоял Смотрел И был просто в шоке Как так Я не делал ничего такого Сверхъестественного Да Но я просто выдавал Из себя На максимум Импровизировал И импровизировал Не как-то вот Думал Знаете Как математика Там Ставишь так 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 Получишь равно Там Вот такое хорошее число Да А здесь все очень вот так Хорошо А это вот когда Когда занятия Вот по хип-хопу Там как-то командное выступление Но там же все равно Выглядят дети Как роботы Ну они же должны Синхронизировать Друг друга 7-8 человек И там И впереди девочка Такая Ну худенькая На втором-третьем плане Такие Крупненькие И тоже так Стараются Стараются Да Ну Это все зависит От того Вот чем ты занимаешься Да Допустим Как бы в хип-хопе Да У нас Это Командные соревнования Это вот вы команда Да Каждое звено А есть и соло Оно очень важно Да У вас еще батлы Наверное Устраиваются до сих пор Да Конечно Устраиваются командные батлы Когда люди выступают Да И они делают Какие-то синхроны Да Там вместе Какую-то фишку И танцуют по одному Еще дополнительно То есть они своим выходом Еще добавляют Да Мы не выходим Там Эти выучили там 4-8 Те выучили 4-8 И мы выходим по очереди 4-8 4-8 Не так это все работает Да Одни могут не сделать Другие сделать Один вышел Другой потанцевал Одни подкинули Другие передкинули Да То есть Это все такие моменты Там Синхрон Это вот Да, конечно Это все надо точить Да Все Это все зависит от результата Да То есть Как-то так Ну никогда Ты не можешь Как Сделать Сет Материал В танец В танец Если ты не импровизируешь Это самое начало Да Как ты что-то придумываешь Находишь что-то новое Да Вы как хореограф много работали Ставили Как-то называют Танцевальные спектакли Катрина, да Танцевальные и в театре Танцевальные спектакли Танцы как Там вы Есть там место для импровизации? Много? Да, конечно И особенно в современном танце Я не знаю Мне кажется Больше вообще нет Так что Хореограф Приходит Так Делаем вот так Раз, два, три, четыре Правая, левая Все зависит Какие крутые танцоры У тебя есть Ты работаешь С идеей И даешь Какие импульсы И как они отвечают И они реагируют И дают И тогда ты О, о, это хорошо Запомни это Да, запомним Запомним А вот еще Сейчас Скоро привнемся Говоря о О чем-то говоря Мне просто эта мысль пришла Да, да Вот Катрине тоже Больше вопрос Ну, как бы сказать так Вы получаетесь Где-то на грани У вас важна физическая подготовка Как у танцоров И ставя какие-то спектакли Танцевальные Часто основываются На книгах Каких-то Ну, произведениях Нужно просто читать Элементарно Знакомиться Понимаете, да И вот как вы Это время разделяете Я не хочу тут сейчас Унизить уличные танцы Что там люди Которые не читают И что-то не знают Но Нет, слушай Есть и балерины Которые Есть Есть Но как вы разделяете Вот вам нужно И получается И физическую форму держать И одновременно еще Видимо готовясь Какому-то спектаклю Читать Я не знаю Ознакомиться с автором Ну, интеллектуальная составляющая Интеллектуальная составляющая Ну, это раз-два и готово А, да? Реклама, новости Реклама Раз-два и реклама Сейчас очень простой ответ Куда вернемся Мы продолжаем Эта программа Давай Первая серия Второго сезона Самого интересного Да, мы говорим Про движение Мы говорим Про танцевальное искусство Я не понимаю Почему ты боишься Произнести эту формулировку Я считаю, что движение Оно может быть И не в танце И любое может быть движение Таким же красивым Походка человека Человека по улице Тоже своего рода Может быть танец А когда походка Хотел сказать После зарплаты Она особенная Там танец особый Я, Катрину, хочу спросить Я вот Такая наша постоянная рубрика Что о вас говорит Гугл Когда я смотрел Я наткнулся Вот на вашу постановку Она в 2013 году Она была поставлена Называется Пьеты Камилапс Вы понимаете О чем я говорю Да Для радиослушателей Это такая Я помню Экспериментальная Экспериментальная постановка В ней играют Вот две актрисы Катрина И ее партнер Кристин Висман Правильно? Да, сейчас Брейныне О, ну вот так Ну в то время еще было Это современный танец Танец заключался в том Что вы стоите в зале Выкрикиваете разные реплики В зал А в какой-то момент Ваш партнер Раздевается до гола Вот это я Дана сказал Ну вот Если так рассказывать Так и есть Нет, я просто Ради интереса На ютубе Почитал комментарии И вот Основной посыл Он такой Понятно Это не искусство Понятно Разделать Чтобы привлечь внимание Чтобы был успех У этого спектакля Ну и вот Специально В общем Все это сделано Ну вот Объясните Ну вот это Есть такой Минус Современного Как мы делаем Да, современный танец Что Пол народа Ничего не понимает Если не понимает Это пи Да Да Мы работали вместе С режиссером Идея Пришла с режиссером Ой, мне очень понравился Этот проект Я была вообще в восторге На видео было видно Вот там было все Вот Сет Like Сами маленькие движения Там все на жести И унисон И в ритм О Это большой стресс Перед спектаклем Какой я У меня был А когда партнера Сделать Вы так как-то Зачем-то Прикрывали Некоторые места Хотя все равно Все было Идея такая Что надо делать На сцене На сцене Чтобы ты был хорошим Что нравится публике Так Ну это один Если ты Что-то Один вариант Не работает Тогда снимай одежду Потому что Ребят Нравятся Голые девчонки Все-таки это правда Вы Представляете Что это был Маркетинг Мне так брутально Как я сказала Ну не маркетинг А это такое Искусство Я делаю цензуру А если У нее Нет Вот Такое Хорошее Все Да Мне надо Прикрывать что-то Может кому-то Не нравится Но там интересно Увидеть Что происходит Сзади А что там было Когда парочки Приходили И что Девчонки На что ты меня привел Что смотришь А как Меня интересует Очень Ну то есть Танец Принято так Ну не то что Принято считать Просто это Такая норма Что человек Хочет танцевать От радости Ну ты себе Тебя радость Ты танцуешь На дискотеках Всем хорошо Но Как показать Грусть в танце Это наверное Катрина Скажи Выразить Чувствовать Да Как выразить Ну ты Чувствуешь Тоже сможет Я могу Тоже Ок Чувствуешь Это как Изнутри Надо приходить И ты Танцуешь Ну это очень так просто Просто берешь Танцуешь Если все таки Ну вот В чем там Этот вот трик Про то что Вот мы говорили То что язык тела Есть какие-то Определенные движения Которые там Показывают грусть Да Какое-то дыхание Более глубокое Минорная музыка Да Даже не обязательно Музыка Музыка может быть Нарастающая Она может быть Такой Как бы Ты все равно Можешь показать Трагедию В каком-то смысле То есть Какое-то Чувство Ты показываешь Эмоциями Движениями Какими-то Более Такими Резкими Может быть Иногда Более Плавными Все можно Показать Я не думаю Что есть Какие-то Особенные Движения Вот Это грусть Это грусть Это как это Выглядит Какие эмоции Идут И если там Не только Один человек Это уже Сюжет И Отношения И это дает И тогда Ты играешь С светом С музыкой Что-то еще Одеждой Но это когда У тебя есть Дополнительные Вот такие ресурсы Дополнительные Ресурсы А вот допустим В нашей ситуации Допустим Когда ты просто В зале Просто зал Никаких там Особых Уловок Никакой парности То есть Вот она Выходит Вот эта вот Импровизация Вот она Работает Здесь В зале Где вы занимаетесь Да К примеру По кругу сидите И каждый выходит Не обязательно сидеть Мы можем стоять Мы можем быть вдвоем Я могу быть один Но я все равно Могу показать То что я чувствую И для этого Не нужно каких-то особых Уловок Примочек Для этого хватает Вот движений И каких-то эмоций Но работая с подростками Да 15-16 летними Там наверное Им есть что Что они скрывают Да И как они себя выражают Там в инстаграме Ну в других Но когда они танцуют У них это наверное Точно терапия Такая Да Возможно Да То есть Они же с мамой И с папой Не могут поговорить Но не все родители Такие Есть такое дело Действительно То есть Как бы В танце Всегда все равно Работает Персоналити Такое Всегда оно есть И присутствует Да То есть Ты Всегда ты Показываешь Свой характер Да В каком-то Розе Раскрываешься Да Как-то раскрываешься И допустим Не знаю Когда мне там Мама говорила Все ты не пойдешь На танцы Я говорила Я пойду на танцы Я шел на танцы И показывала То что я пришел на танцы И я тут танцую Мама Понятно Такие вот моменты То есть Это вот такие Сложные всякие Тонкие Струны Катрина А как дети Вот почему дети Дети вот когда Ну например рисуют Да Придумывают Говорят Там как-то сказки Запоминают Танцуют А почему потом Вот в возрасте Все это куда-то Пропадает Ой Потому Вот это грустно Потому Что мы его делаем Этот Стену Скрываемся Все Очень Я войну А я Виноваты Нет Я войну А я Трауслы Ну Ну да Как порцелан Да И поэтому Они вот Обрастаем Скрывает Все Скорлупа Да Закрываемся Больше думаем Вот честно В своей ситуации Могу сказать Что мы начинаем Больше думать Да В танце Это не самое важное Думать Да То есть Мы начинаем Закрываться У нас какие-то Появляются Другие принципы Мы не можем Как в детстве Улыбнуться всегда Потому что мы знаем Что вот я улыбаюсь Я может быть Какой-то дурачок Ну подойди познакомиться Да Например Ну как бы Такие ситуации А зато мы идем В клуб Да И там Вот так вот Орем Кричим А приходим На тренировки По танцам И вот те же Что были в клубе Стоят вот так Даже так Мы начинаем Смущаться Начинаем Какие-то Делать непонятные Барьеры перед собой А они абсолютно Ничем не оправданы Да То есть Когда ты начнешь Люди Немногие понимают Что то что ты делаешь Для других Это чуждо Да И чуждо не в таком смысле То что вот Допустим Блин Вот это надо осудить Это неправильно Еще что-то Это просто чуждо Это непривычно А когда ты начинаешь Круто танцевать Все на тебя смотрят Воу Вот это да Вот это ты даешь А люди даже Ну не думают о том Что он в каком-то смысле Себя переборол И что это надо И чтобы потом получить Какие-то ответные Более приятные эмоции Надо иногда Через себя переступить Какое-то язычество Да Вокруг костра Это да Есть такое Точно Давайте так Мы В процессе подготовки программы Выходим на улицы И разговариваем с людьми Вот по теме Спрашиваем людей Ну такие элементарные вопросы Как часто вы танцуете Почему вы танцуете Все такое И наденьте наушники Мы сейчас послушаем У нас рубрика Мы назвали Поговорим Вот сейчас мы послушаем Что нам люди отвечали Там на разных языках будет Поговорим Спасибо. Как часто ты танцешь? Действительно. На вечеринке. В каждой неделе. В каждой неделе? На вечеринке. Мы танцем в доме, в клубе. Вчера в рок-кафе. Да. Очень редко. Почему? Не люблю. Стесняетесь? Возможно. Какая музыка нравится? Разная. Рэп. Рэп. В каждой неделе. Вчера, в каждой неделе. Да. Мы делаем музыку и делаем. Рэп. Вчера. Уже в таком демене стиле. Тракулы. Например, в Казах есть лица. Это как лик. Нерекста. Я не буду. Я. Вы танцете вместе? Иногда. Да. Мы не делаем ничего фанчевого. Какая музыка. Какая музыка. Какая музыка. Я думаю, она права. Да. Какая музыка, которая связана алкоголь. Да. Ну, я раньше как-то года два назад, наверное, смотрел по ТНТ вот эти танцы. То, что русская передача. Ну, сейчас как-то я уже перестал интересоваться этим. А человек должен в жизни уметь танцевать вальс, например? Ну, не знаю. Ну, это вроде всегда романтично. Поэтому, да, неплохо. Есть такой и есть навык. Пару нас. Ну, как вам поговорить? Наше общество. Ну, интересно. Интересно. Ну, стандарт тоже. Всякие. Всякие бывают. Люди, да. Ну, все равно чувствуется такое немного. Немного такая закрытость все-таки. Есть? Да. То есть, такие ответы. Ну, танцую. Ну, иногда. Как будто надо вытягивать из людей. Вот это не нравится. Да, то есть, почему здесь всегда надо что-то вытягивать? Ну, конечно, это, мне кажется, все зависит от менталитета. Потому что, допустим, если вот так же само подойти к кому-то в Амстердаме, часто ли ты танцуешь, человек просто, во-первых, с самого начала начнет просто смеяться. Да. Вот это вот будет его первая ряда. У нас девушки в Амстердам был. Девушки из Бразилии. Ну, как бы там люди более такие как бы открыты, скажем так. Ну, как бы это факт. Это факт. Знаем почему. И, ну, чувствуется все равно такое чуть-чуть. Там, есть зеркало. Ну, не надо мне это зеркало. Там, есть вещи, которые… Ну, он, кстати, смешно сказал. Ну, он, смешно сказал, но все равно, как бы это не было смешно, это видно то, что он говорит, ну, с какой-то все равно долей серьезности. Да. То есть, на свадьбе надо будет танцевать. Танцевать вальс. Там, я танцую, да. В клубе танцую. Вот девушки по-английски говорили. Поэтому они говорят, да, мы в клубе танцуем, там, In the House танцуем. Как есть, так есть. Да, как есть, так есть. А другие люди, ну, танцую иногда у зеркала. Ну, там, иногда. Вчера танцевал. Вот мне очень понравилась женщина, которая сказала, что они танцуют там в семье. Да. Утрисына. Вот это очень круто. Утрисына. Утрисына. Катрина, ну, что с обществом нашим? Еще вам работать и работать. А потом, про это, что мы слышали, я вспомнила, она, девочка сказала, плохо танцуют, плохие танцы, bad, bad dance. И у меня есть такое задание, делай самый крутой, красивый танец в мире. И потом самый ужас, ужасный, да. И что происходит? Когда хорошие, они очень, как, танча, стараются. Стараются, да. И что-то там, балет, девятнадцать процентов, дети делают. Да. И когда плохой танец, это ты можешь делать все. Ты не можешь что-то делать неправильно. Ты, наверное, клюуды и ты. Может там ошибаться. У тебя есть все возможности делать все. И они, как, ну, придумывают, фантазируют. Get more free. Да, да. Свободные, crazy, да, танцуют. И что, оказывается, что это плохой танец. Лучше. Самый интересный, да. А я расскажу историю. Ну, давай. Расскажу историю, историю там, своей жены, например. Да, вот прям сразу. Например. В фильме. Да, да, да. Рассказывай, да. Училась она в институте и очень тяжело, трудно, серьезно училась. Закончила с красным дипломом физмат. Математика. Да. Учится математики. И она хотела, чтобы быть что-то, чтобы должно в жизни было что-то элегантное, что-то романтичное. И она добилась того, что танцевала в 90-х в ресторане Юра Сперлы. Ммм. Выходила на сцену. Майкл. Майкл 80-х. Да, да, да. Выходила на сцену, свет, в зале бандиты, да. Это все такое кабаре, красота. Потом заканчивается. Она бежит, бежит на электричку, за ней бандиты. Ну, как бы антик. Ну, да, чтобы провести вечер дальше. Да, они же видят, во, 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 на, хочу. Да. Едет в электричке и делает математику. Потому что певец в Юра Сперлы, он тоже, он преподавал математику. И они вместе делают математику. И вот эти вот танцы, вот это вот, это, как бы, получается такой Second Life, такая вторая жизнь, которая была. И это, и от этого она становится еще и полной жизнью. Угу. И я хочу добавить, что математика и танцы идут... Хорошо. Вместе. Вот. Потому что... Не согласно сидит. Это... Ну, может, вы по-разному имеете в виду. Расскажи, Катрин, да, почему. Да, Таш. Саентист. Зенатные. Да, да. Ученые. Ученые. И рады им доказали. Да, доказали. Спасибо. Что они так тоже не доказали. Не британские только. Что танец очень помогает... Конструировать. Конструировать. Расставлять все, да? Да. Голову. Ну, понятно. Потому что ты научишься что-то новое. Там нейроны, все работает. И если ты танцуешь, ты будешь получше и музыки, и математики, и физики. Вот, все. Это, кстати, вот это самое главное. В любой непонятной ситуации танцуют. Да. То есть... Ну что? То есть, чем ты занимаешься, если у тебя не получается, ты должен пойти позаниматься танцами. Здорово. Правильно? Да. И потом ты будешь знать сколько два плюс два. Да. И танцующий повар, например. У меня и вопрос. Не так много времени остается. Катрине еще такой один конкретный вопрос. Вот был поставлен постановка «Некушенный локоть» сейчас. О, да. О, да. К Ржижановскому. Человек с непроизносимой фамилией. Трое героев всю постановку на «Роликовых коньках» катаются. Да. А вы доставили все. Да. А это как вообще? Я номинирована. Спалманюзнак за этого хореографа. Ага. За хореографию. Да. Ой, но я люблю работать с актерами. Да. Но «Роликовые коньки» — это вот и танец как в этом... Это придумал режиссер. То, что надо — это коньки. Да. И да, что мне нравится — в театре там очень... Творческие, я по-моему, слышал. Творческая атмосфера. И то же самое. Да, есть. Тоже я прихожу и поставлю. Все будет так, 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 так. Но мы многие частями делаем вместе. И не одна голова работает. Уже четыре. Да. И побольше идей. Это как во-во, сложится круто. Гоша, а где можно посмотреть ваши... Ну, на Ютубе там понятно, да? На Ютубе, да. Да. А то, что вы организовываете... Ваша компания не выросла, чтобы сделать такой праздник? Вот мы как раз с января... Во-первых, у нас сейчас начался новый сезон. Мы только открылись, да. А почему ты покинул гетто-дэнс? Это просто развитие или какие-то переселенные идеологические? Это такой судьбоносный момент такой, да. То есть, мы работали вместе все, да. То есть, и так происходит, что у людей бывают разногласия, да. И так получилось, что мы просто решили отделиться и решили, что надо делать. Но не по теме танцев. Не, не по теме танцев. А, все-таки. То есть, это не связано с чем-то определенным, чисто с танцами, да. То есть, надо развивать, как бы, культуру. Как мы все знаем, то есть, в истории происходят моменты, когда что-то разделяется и появляется что-то новое. Но вы недалеко уехали от гетто-геймса, я так по карте посмотрел. Да, мы в прошлом году были с одним названием, сейчас с другим, да. И, как бы, вот мы растем, развиваемся, делаем свои вещи, хотим делать что-то свое, да. И это нормально, я считаю, то, что, ну, так только лучше. И появляется здоровая конкуренция, от этого идет рост. Конечно. Между собой. Здоровая конкуренция, это всегда полезно. Я вот, когда Катрина смотрел, ну, биографию творческую, вы танцевали в очень многих залах в Риге, получается. И национальный театр, и там Канапас Клуб есть, и Гертрудинский театр. Ну, очень много сцен. Вот скажите, какая сцена вот любимая и почему, может быть, самая такая? Нету любыми сценами. Публика? Ну, зал, да, что-нибудь такое. Ну, это не одно место. Мне нравится не голая сцена. Не голая сцена? Да. А в чем ее голость? Реквизиты, все такое. Мне нравится танцевать. Ну, это оформление. Оформление сцены вы имеете в виду. А вот сама вот только сцена, нет такого какой-нибудь? Ну, хорошо. Нормальный пол надо. А место конкретнее? Я хочу, чтобы конкретное место назвали. Ощущение. Нету. Нету, да, любимого? Где вот прям с радостью? Нету. Если на меня смотрите. Да, я просто хочу правила жизни. Правила жизни. А уже заканчивать пора. Да. Прилетела первая серия. Хорошо. Мы в конце нашей программы традиционно просим людей сказать коротко о каких-то принципах своей жизни. Правилах жизни. Лично ваших. Которыми определяется их позиция вообще и стиль жизни. Ну да, вот начинайте понедельник, да, или к пятнице правила меняются. Ну, может, давайте с вас начнем, чтобы Катрина имела возможность подумать. Давайте с меня. Ну, для меня важно это поддержка, мне кажется. Семья, да, то есть это такое правило жизни. То, что если человек требует поддержку, ну, как бы ему требуется поддержка, да, то есть всегда очень хорошо ее дать. Это как бы первое для меня. Вот семья, вот это вот ощущение дружбы какого-то, вот уметь делиться, да. Во-вторых, это постоянная работа над собой, да. Постоянное стремление к развитию, желание чего-то, да. Это тоже очень важно для того, чтобы жизнь, она была жизнью, да. Чтобы мы жили, нужно какое-то вот развитие, движение. Движь, 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 движь. Все время движь, да. И в-третьих, в-третьих, в-третьих. Это, не знаю, какое-то вот, какое-то, иногда вот просто обычное счастье человеческое, да. То есть просто как-то из момента вот уметь вытащить. Вот мы сейчас сидим вместе, да. Для меня это огромный опыт. И я за это вам очень благодарен, за то, что вы меня пригласили. Поэтому я как бы, действительно, вот, черпаю из этого какую-то вот новую, интересную для себя струю в жизни, да. Сейчас заплачешь. Вот. Я сейчас тоже очень хочу заплакать, но не знаю, что чувствую. Вот. Первое, подумать с головой, логично. И второе, прослушаться сердце и интуиции. И третье, вот, делать это вместе и решать, что это хорошо или нехорошо для меня, делать мне это или не делать. И за опыт я перекрыту, первый раз по-русски говорю в радио. Очень хорошо, между прочим. Еще жива. Спасибо вам большое, ребята. Гоша Тружко, Катрина Албуже и мы. Я хочу сказать спасибо двум своим друзьям, которые профессиональные танцовщики. Это Александра Конникова, театральная, такой класс современного танца повстанцы в Москве. И они помогали мне подготовиться к интервью. И Феликс Липский, профессиональный танцовщик. А, я знаю. Да, вот такой, да. Танцовщик работал в нашей национальной опере и балете. Им большое спасибо. И моему... Ты Оскар получаешь? Да, и моему... И моему другу Лешкевичу с тем, что мы запустили второй сезон программы Симы, давай! Уважаемые радиослушатели, которые нас слушали, оставайтесь с нами. В следующий раз увидимся через неделю в пятницу в 15.15. Побольше танцуйте. Приходите. Называется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова